Это пойма реки Корень, недалеко от Шебекина. Этим землям весь 17 век нет покоя. Здесь сходятся в смертельной битве Московская Русь и Крымское ханство, последний осколок Золотой Орды. От исхода этого противостояния зависит судьба Европы. Со школьных лет мы привыкли, что история – это даты, битвы, годы, цари и полководцы. Мы расскажем другую – историю обычных людей волей судьбы, оказавшихся на этих бескрайних просторах в самой гуще схватки. В июне 1701 года волойский дьячок Осип Татаринов, мелкий церковный служащий, решил поправить свое материальное положение и украл мешок овса. За воровство и в 17-м, и в 18-м веке серьезно наказывали. Вариантов было много. За похищенный качан капусты розгами по спине, за гуся отрезали нос или уши, за лошадь в пятку вбивали гвоздь. В общем, не повезло дьячку Татариному. Субтитры создавал DimaTorzok Пока вортомился в застенках, в ожидании приговора воевода распорядился имущество Осипа Татариного изъять, чтобы другим не повадно было. Забрали все до последнего хомута и рубахи. Даже ячмень из амбара. Неприятности сыпались на грешную голову дьячка, словно зернов закрома в урожайный год. А тут еще и зять его, Пимен Тишаков. Донесли на него. Тоже вор оказался. Перстень украл. Воевода Гаврила Ивановича Дубасов был доволен. Раскрыть не одну, а сразу серию преступлений. Надо бы отправить депешу в Москву. Царь будет доволен. Глядишь, медаль дадут. Сомнений не было. И дьячок, и зять его, те еще прохиндеи. Имущество, что конфисковали у обвиняемого, с лихвой хватило бы на пару месяцев безбедной жизни одной небольшой крепости. Две лошади. Семь коров. Двадцать свиней. Овцы, козы, гуси. Куры. Жировал дьячок-то. Дом Мусипа опечатали. Семью его выставили на улицу. А между тем, жизнь Валуйской крепости текла своим чередом. Назначенный несколько лет назад на должность воеводы Гаврила Дубасов, местному народу был люб. Атаманы, стрельцы, казаки и даже ямщики с кузнецами без конца писали царю с просьбой оставить, не менять воеводу. Дела тут делают безволокитно, обид людям не чинит. О другом воеводе в Валуйках и не мечтали. Царь не имел оснований сменить Дубасова на посту. В личном деле зацепиться не за что. За заслуги Петр Первый вот уже несколько лет продлял Гавриле срок службы. Продлил и в этот раз. Однако узникам нашим от этого было не легче. Но сложное свое положение они все же сумели исправить. Татаринов с зятем откупились. Свобода стоила им 100 рублей. По тем временам сумма приличная. Рабочий получал в день копейки по три. Но выход на свободу для этих двоих еще не означал конец мучений. Воров в городе не жаловали. Вор – клеймо на всю жизнь. Но Осип Татаринов решил во что бы то ни стало вернуть потерянную репутацию. А с ней и конфискованное имущество. Иначе на повозку и в путь искать новое пристанище. В крепости поползли слухи, мол, дьячок тронулся. Его поймали на воровстве с поличным, а он выкрута сочинил. Говорят, с жалобой в Белгород поехал. К самому генералу и князю Кольцову Масальскому. Кольцок Масальский отправляет в Валуйку приставов с требованием выдать свидетелей по делу дьячка для разбирательства. Дубасов, ошалев от дерзости Татаринова, своих людей не отдал и снова упрятал Осипа в тюрьму. Еще вздумал невиданная дерзость. Воевода заставил Осипа извиняться перед полковым казаком Алексеем Леоновым, у которого дьячок украл сноп опса. А после принудил клясться на кресте, что доносов чинить больше не будет, и крепость Валуйскую своим поведением позорить не станет. С тем дьячка Осипа Татаринова и отпустили на все четыре стороны. В январе 1704 года на стол разрядному воеводе в Москве легла челобитная. Писал ему валуйский дьячок Осип Татаринов. Разрядный на нее и смотреть не стал. Он уже прочел другую челобитную. Валуйского воевода Гаврила Дубасова. Рассказал Дубасов начальству, что Осип – мошенник, что украл овес, овец и давно во всем признался, что жалобы строчит направо и налево, и что, возможно, тронулся умом. Челобитная в Москву от воеводы была делом обычным. Но когда челом бил дьячок, мелкий церковный служащий, это могло значить лишь одно. Или он сумасшедший, ну, еродивый. Или отчаявшийся человек, и терять ему уже нечего. Тревожить столицу по пустякам никто бы не стал. За ложь, клевету и пустые поклепы могли и по тагаме, и в тюрьму. Разрядный воевод дает приказ допросить обоих доносчиков. 28 января 1704 года боярин Стрешнев вызывает в разряд дьячка Татаринова. И здесь же открываются любопытные подробности. Осип поведал, что Дубасов следовал за ним до Москвы, что избил жестоко и угрожал расправой, если дьячок донесет на него. Татарином Христом Богом молил, все же прочесть его челобитную, в которой, по его словам, правда, все. Разрядный воевода вроде и был на стороне воевода Валуйского, но тень сомнения все же закралась. Зачем было избивать Татаринова, если он, Дубасов, прав. Перед законом и царем честен. Правда, о которой говорил Осип, оказалась настолько суровой, что в Валуйке тут же отправили грамоту срочно провести расследование. Если дела обстоят так, как описано на бумаге, не сносить Дубасову головы. А Татаринову, видно, действительно терять было нечего. От налогов укрыл пятьсот человек. Работать на себя заставлял за два раза. Строительство церкви собрал деньги и оставил их себе. Скотину всю забрал и курицы не оставил. Ему деньги несли, а он от службы воинской освобождал. Боже мой его, атамана Микифора Лисина, убил нас в смерть. У правы нет, бес он окаянный! Дубасов брал взятки. Оттого и молчали в крепости, потому что сами их давали. Стало понятно и то, почему уезжало народы из Валуйской крепости больше, чем пребывало. Несогласным с такими методами ничего другого и не оставалось, кроме как бежать пока целы. И даже по ту сторону крепости, на диком поле, для них было безопаснее, чем оставаться здесь. Осип Татаринов попросту попал в немилость к Дубасову. Жил не по правилам, взяток не давал, в делах темных воеводе не помогал, еще и хозяйство нажил. Честный что ли, думал Дубасов, так и на тебя найдутся старые проверенные методы. Воевода зятя Татаринова оговорил. Не воровал он, конечно, перстень. Но самое главное, тот злосчастный мешок овса, с которого все и началось, дьячок Пятницкой церкви Татаринов не крал. А было все так. По доброте душевной Осип согласился помочь полковому казаку Алексею Леонову донести мешок овса. Леонов оказался в сговоре с Дубасовым. Оба обвинили дьячка в краже и упрятали в тюрьму неугодного Осипа. Если бы не Осип, так и жил бы воевода Дубасов со своими прихлебателями, припевающим. За полвека до этого валуйки уже пытались изгнать воеводу Дмитриева, а тот тоже брал взятки. Однако ничего у валучан тогда не вышло. История стара, как мир. Одни дают, другие берут, третьи по рукам бьют. Чем все закончилось в случае с Татарином и Дубасовым, точно неизвестно. Знаем только, что допросив Осипа, приказали ему на время следствия остаться в Москве, под угрозой ссылки на каторгу. И, возможно, тем самым спасли Осипа от расправы, какую учинил бы ему воевода Дубасов дома в Валуйках. Дикое поле. Дикие нравы. Субтитры создавал DimaTorzok